Музыка Формат у нас гибридный, часть докладчиков, часть спикеров захотела выступить с докладами, рассказывая, что у них получилось в тематике контроля внутренних нарушителей за последние годы, за последний год в зависимости от ситуации. Кто-то из этого захотел поучаствовать скорее в дискуссии, как вообще этот мир внутренних злоумышленников устроен, кто-то выступит в двух ролях, переодевая маски со спикера в участника дискуссии. В общем, в таком формате гибридном потихоньку будем начинать. Ну что, тогда всем добрый день, и давайте начнем с ключевого доклада Галины Рябовой. Галя, прошу тебя к барьеру. Коллеги, добрый день, и снова здравствуйте. Надеюсь, сейчас я уже достаточно разогрета предыдущей дискуссией, поэтому за отведенные мне спринтерские 15 минут быстро расскажу то, что хотела сегодня рассказать. Мне хотелось поговорить о защите от внутренних угроз комплексно, то есть посмотреть на эту историю не как DLP или какие-то отдельные решения DLP, а посмотреть комплексно. Когда я пришла в прекрасный мир DLP, а пришла я из системной интеграции, того же самого интегратора, что и Володя, и как системный интегратор я сразу посмотрела на DLP, попросила, чтобы мне дали архитектуру интеграции продукта. И вот она выглядела примерно так. То есть был DLP, была интеграция такая, про которую все знали с СИЕМом в виде СИСЛОГа, который передавали. Были какие-то слухи, такие устойчивые, о том, что был проект по интеграции с BI-системой. Были слухи, может быть, так и менее устойчивые, что был пилотный проект по интеграции с MDM. Под MDM мы понимаем не управление мастер-данными, а вовсе даже другое решение. И ходили уже совсем какие-то слухи, или даже из области нихреново было бы, что DLP надо интегрировать с внешними системами, обогащать досье данными для проведения расследований, передавать, ну тогда IRP, наверное, я еще не знала аббревиатуру, я ее так уже сейчас прописала, передавать в какую-то систему управления инцидентами какие-то инциденты, может быть, даже со SCUD-ом вот так проинтегрироваться, вот ты слил что-то, и тебе все доступы отрубили, вообще-то, в смысле, выход закрыли. Вот, ну была какая-то такая история. И на самом деле я сейчас хочу посмотреть вообще на историю автоматизации каких-то процессов с такой классической интеграторской точки зрения. Вот представлю вам классический архитектурный сэндвич, как выглядит автоматизация каких бы то ни было процессов. То есть у нас на верхнем слое есть, собственно, сами процессы, и эти процессы непрерывные. Если у нас с вами не будет непрерывных процессов, значит, мы с вами задачу никак не выполняем. Эти непрерывные процессы, они дальше отображаются, мапятся на уровень задач и функций, то есть раскладываются на какие-то конкретные задачи, на какие-то конкретные функции, которые нужно решить или которые там нужно закрыть. И уже тоже, заметьте, непрерывные. То есть все задачи и функции, они взаимосвязаны. Тоже непрерывная история. Дальше мы переходим на область бизнес-приложений, то есть на область тех самых программных продуктов, которые мы как вендоры предлагаем вам как заказчикам. И там, по идее, поскольку бизнес-приложения должны реализовывать те функции, которые там этажом выше, и решать те задачи, которые этажом выше, ожидаются, что они тоже будут непрерывными. Ну и все это дальше также ложится аккуратно на IT-инфраструктуру. И, казалось бы, жизнь должна быть устроена вот таким вот образом. Но на самом деле ожидания и реальность, люблю эти фоточки, ожидания и реальность было-стало, ожидания какие? Что есть в области защиты от внутренних угроз, набор программных или программно-аппаратных средств, которые к друг другу все подходят и так вот, как сказать, закрывают, накрывают всю область задач таким условно-непрерывным одеялом. И если там и есть какие-то там дырочки, какие-то там щелочки, в которые может просочиться нарушитель или из которых может что-то вытечь, то они небольшие и понятно, как их можно закрывать. Но реальность, на мой взгляд, вот тогда была, она была такая, что есть пропали фигурки, у меня там были чудесные фигурки, у меня там было солнышко и был квадрат с откусанными углами. Это было не просто так придумано, потому что, на мой взгляд, есть вендоры, которые предлагают отдельные, как правило, решения, и в рамках, в развитии этих решений, как сказать, уже начинает у нас, вот есть такое понятие фичеризация, то есть мы уже не знаем, чем удивить заказчика и что такое еще придумать внутри своего продукта, чтобы выделиться из всех и чтобы выбрали именно нас. Поэтому, на мой взгляд, это выглядело примерно таким образом. И дальше мы проделали довольно большой путь, потому что мне очень хотелось, чтобы DLP-система, тот продукт, за который я отвечала и отвечаю, чтобы он был вписан все-таки в какую-то систему безопасности, потому что как системный аналитик нас всегда как учили, что мы в первую очередь начинаем анализировать систему не внутри черного ящика, не из того, что у нее внутри, а снаружи, с чем эта система взаимодействует и в какую среду, в какой ландшафт она вписывается. И мы подходили к этому моменту двумя путями шли. Первый путь, мы все время системно анализировали все запросы на интеграцию, пытаясь понять какие-то тренды, угадать какие-то задачи, потому что если вернуться к тому самому сэндвичу, то мы как производители на самом деле преступно мало знаем о самом верхнем слое ваших бизнес-процессов, потому что область такая закрытая. Чуть больше мы знаем о задачах и о функциях, но тоже картины не имеем. И анализируя вот эти запросы на интеграцию к DLP-системе, я хотела понять, пыталась понять, то есть что же, то есть у меня черный ящик такой был вокруг, то есть пытаясь понять по интеграции, то есть в какую все-таки среду, в какую систему вписывается DLP. Но хочу сказать, каких-то трендов очевидных и понятных мне я там не видела. Был второй момент, у нас есть такой дозор-клуб, и мы пытались в рамках дискуссионного дозор-клуба вот очертить, может быть, сверху вот ту самую область задачи, тоже там не сказать, что получалось. Потом случились две вещи. Две вещи. У нас случился в 2020 году большой крупный проект внедрения DLP, где DLP внедрялась в очень зрелую экосистему безопасности. Как я об этом узнала, ко мне стали поступать очень обоснованные, очень внятные запросы на интеграцию. И меня как вендор стали вовлекать в прописывание сценариев использования продукта за рамками самого продукта. Это был первый момент. И второй момент у меня был пример Володи в соседнем подразделении, который занимался внешними угрозами, и у которого как раз некоторая экосистема безопасности, то есть какая-то связанная система, она уже была выстроена. Поэтому на фоне того, что сейчас очень выросли в последнее время ставки, вот прям как я воспринимаю, что мы еще полгода, год назад, у нас эти внутренние утечки очень часто воспринимались как не совсем серьезная история. Ну утекло что-то, ну что может быть? Ну там репутация немножко пострадала. Ну наверное там могут быть какие-то финансовые риски, но они, как правило, очень трудно обсчитываемы. Ну то есть особо терять нечего, а уж если персональные данные утекли, так это вообще не наше. То есть как-то конкуренция такая у нас внутренняя. Ну какие конкуренты там внешне, да кому мы нужны? Ну то есть мы жили так вот в какой-то теплице, где светило солнышко, росли там красивые цветы, и мы все друг друга любили. И вдруг все поменялось, оказалось, что и секреты наши прям очень нужны, и наши сотрудники могут быть там достаточно политизированы для того, чтобы осознавая или не осознавая, там умышленно или неумышленно эти секреты сливать заинтересованным лицам. И поэтому, в общем-то, захотелось выстроить как-то эту историю. И эта история неожиданно, у рынка, видимо, тоже есть такой запрос, эта история неожиданно начала выстраиваться. То есть на самом деле мы посмотрели на некоторый ландшафт, и он там где-то по запросам, где-то путем наших разговоров он вдруг стал выстраиваться. Я там начну с DLP, потому что мне это просто ближе. Вот DLP. Совершенно, ну, ожиданно или неожиданно, последние, наверное, пару лет заказчики стали спрашивать DAC, то есть контроль, ну, вот файловый аудитор в качестве модуля DLP-системы. И запрос понятный, потому что у DLP-системы есть часть, где мы контролируем данные в движении, есть часть, где мы контролируем данные на отдыхе, и контролируем мы, как правило, то, что мы называем там краулер, то есть мы там инспектируем, где что лежит. И у этого инструмента есть определенные ограничения, связанные с тем, по каким каналам он работает. То есть у него протокол... Господи, я протокол забыла. По какому протоколу? Вот. Забыла я название протокола, простите меня. Ну, в общем, по этому протоколу мы не все можем получить. Мы не все можем получить, и не все можем в обратную сторону какой-то responsible дать. И в этом плане есть ограничения. И понятно, что хочется расширить контроль и аудит файлов в хранилищах, и в файловых и других хранилищах хочется расширить. Понятная история. Если как только мы говорим о DAG или о более широкой версии DECAP, тут же мостик в сторону системы IDM. То есть 7 лет назад у нас есть IDM в компании, есть DLP. Для нас это было прям два несвязанных продукта. И вдруг эти продукты начинают явным образом связываться, выстраивается цепочка. IDM, DECAP, DLP. У нас есть следующая история. Когда мы говорим о данных, которые выгружаются в интернет, там рядом задача такая связанная. Это контроль, не только контроль того, что пользователь выгружает в интернет, но и также контроль доступа пользователей в интернет сразу. Ну она такая связанная рядом, а куда они ходят, на какие ресурсы они ходят. Что они не только выгружают, а может быть там, что они загружают. Соседняя задачка, связанная с контролем веб-почты. И вот у нас уже веб-прокси, или как сейчас модно это называть, security web gateway, возникает еще один класс продуктов. В нашем портфеле продуктов у DLP системы, у SVG системы, у них общее досье. То есть здесь все данные у безопасника в едином инструменте. Очень хочется, и такой запрос есть, чтобы и данные от DECAP тоже были в общем хранилище, чтобы их можно было совместно анализировать. И так далее. Дальше можно там продолжать историю. Уже мы выходим за внутренние угрозы, и мы начинаем там связываться с картинкой, которая там, как я говорю, давно выстроился свиньей, идут они там защищать, а мы только-только выстраиваемся. И уже видим, собственно, пересечение наверху. Например, технологически я еще не вижу на уровне задач, но я уже технологически знаю, что DECAP-агент и EDIAR-агент – это технологически очень близкие агенты. И в этом плане для пользователя было бы хорошо, что это был бы один агент, чтобы не надо было на несчастную станцию пользователя ставить 2, 3, 4, 5, 10 агентов, да еще разных производителей. И если мы можем там с помощью одного ПО, которое уже установлено на рабочей станции пользователей, если мы там можем решать широкий круг задач, это здорово. DLP, как самостоятельная система, может быть источником данных для XDR. И вот такая выстраивается картинка. Вот, видите, она наконец становится похожей на ту картинку, на слое сэндвича, где взаимосвязаны задачи и функции. И вот, наконец, мы видим похожую картинку из продуктов, программных продуктов, которые закрывает тот или другой, решает ту или иную задачу безопасности. И что мне кажется? Мне кажется, что у нас сейчас есть, вот мы прямо близко к тому, чтобы выстроить вот эту самую непрерывную систему, мы ее называем у себя экосистемой, наверное, так может быть, многие называют непрерывную экосистему безопасности, не только во внутренних угрозах, но и связать ее с уже готовой экосистемой во внешних угрозах. И в этом плане хочется, вот хочется об этом поговорить. И мы пригласили спикеров, которые могут поговорить на разных слоях абстракции, то есть, вот будет у нас, Иван Дмитриев расскажет как раз на уровне процессов, как это будет, потом мы спустимся ниже, поговорим об этом, наверное, Володя там поделится своим опытом. И вот кажется, что сейчас мы можем выстроить, мы можем построить вот ту самую систему совместно с вами, где мы увидим вот эту взаимосвязь с уровня процессов через уровень задач к осмысленным приложениям и их осмысленной связи. Для нас, как для вендоров, это понятное направление дальнейшего развития. То есть, дальнейшее развитие не к появлению новых фич, может быть, даже где-то вам ненужных и где-то бессмысленных, а вот к связыванию с системами, которые стоят справа и слева, для решения общей задачи. Спасибо. Я уложилась 15 минут. Да, практически. Давай, Галя, я, наверное, от себя пару вопросов задам. Мне очень понравилась аллюзия данной в движении, данной на отдыхе. Прям, по-моему, от аппарата можно ролик снимать. И данные, перелезающие через забор при попытке побега, покидающие периметр компании. Ты до этого коснулась истории, на самом деле тоже, про отрезанные ушки у ромбика. И у меня это, знаешь, какую мысль в голове, наверное, задало. Как для тебя смотрится вообще продуктовая экосистема в плане такого, мелкой нарезки? То есть, все-таки важно, чтобы каждый продукт решал какую-то конкретную задачу, они собирались дальше, выстраивались свиньей? Или все-таки продуктовая разработка и правильное решение для внутреннего злоумышленника от некоторых цельной экосистемы, которая закрывает большую задачу, а не бьется вот этой мелкой дробью по разным модулям, разным подсистемам, которые нужно с собой склеивать? То есть, какой подход ты считаешь более, наверное, правильным? Слушай, ну, знаешь, я давай вот как отвечу. Мы, как я уже говорила, идем сверху. То есть, у каждой компании есть свое видение, как она закрывает безопасность. И что, на мой взгляд, нужно в этом плане компании? Чтобы компания, решая свою задачу сверху, ну, то есть, выбирая те или иные средства защиты, выбирала эти средства защиты, будучи уверенной и понимая, как именно она их потом сопряжет. То есть, это неважно, будет ли это прям готовая экосистема одного производителя, или это будет понимаемое всеми участниками отрасли взаимное влияние, взаимное дополнение. И в этом плане тогда заказчик, в зависимости от того, как у него выстроены угрозы, может начинать с любого кубика, который для него по разным причинам важен, и прозрачным для себя предсказуемым образом выстраивать вот эту самую непрерывную защиту. Да, понятно, спасибо. Мы зовем к нам следующего спикера. Это Алексей Ковалев, начальник отдела информационной безопасности «Газпромэнерго». День добрый. На самом деле я сейчас не являюсь уже начальником отдела «Газпромэнерго», я уже работаю в другой компании. Но расскажу свой кейс на примере именно «Газпромэнерго», который я лично проводил. Когда пришел в «Газпромэнерго», у меня в наследство уже попали две DLP-системы, внедренные в компанию «Энерго». Одна из них была импортная, это «Симантек». Вторую, отечественную, я не буду называть. Внедрены они были в размере, говорю, таком, как сказать, поставили, работает, не трогай, и все будет хорошо. Соответственно, тот же самый «Симантек» у нас работал таким образом, что он стоял в разрыв между почтовиком и ловил только почту, которая содержала КТ. Больше никаких настроек не было, соответственно, как подрядчик внедрил, так больше к нему никто не прикасался. Такой функционал, понятное дело, никого не устраивал, и появилась наша отечественная DLP-система, которая стояла рядом, не в разрыв, но, соответственно, пыталась ловить почту, которая проходила через администрацию. То же самое, не совсем эффективное решение, но с учетом того, что, говорю, надо было отказываться от импортного решения, мы решили использовать отечественный продукт, ну, как сказать, в боевой системе. Поставили в разрыв, и с учетом того, что в компании не было людей, обладающих достаточной квалификацией, мы обратились к Вендру с просьбой по настройкам. Настроили его, и в первый же день положили экченч организации, ну, напрочь. Вкратце могу сказать, что по большому счету, говорю, он начал детектировать свои собственные алерты, обозначать их как срабатывание, очередь росла, ну, и когда очередь сообщений, привалило за 10 тысяч, экченч лег. Увлекательное занятие было, мы вместе с IT-специалистами вручную очищали почту, убирали, соответственно, очередь. Не очень понравилось, конечно. Соответственно, таких рекомендаций, которые нам дали вендоры, мы от них отказались. Понятное дело, что техподдержка, которая нам подсказала такую вещь, это было… Не могу сказать, что она не квалифицирована, она была больше не заинтересована в решении, хотя вендор, могу сказать, что достаточно известный. На наши тики-то никто не отвечал. Мы, как рыбка в банке, пытались решать проблемы из разряда… Не знаю, говорю, посмотреть, как решают это на форумах и прочее. На боевой системе такая ситуация, говорю, не проходит, сами понимаете. Поэтому в данном случае, говорю, мы как раз на этом же форуме год назад познакомились с представителями вендора компании Zucurion и решились просто попробовать их на пилот такой же. серверов хватало, соответственно, мы поставили, говорю, так же, как у нас стоял определенный вендор. Мы поставили, так сказать, рядышком, так же, и настроили Zucurion DLP. Опять же, обращу внимание на то, что, соответственно, говорю, внедрить-то мы его внедрили своими силами, но по настройке, как и говорил, не хватало людей, не хватало квалификации. Мы обратились, опять же, к ребятам в Zucurion, и они нам прекрасно все помогли настроить. То есть не требовалось, в принципе, выездов, но когда не хватало телефонных консультаций, мы получали такой аутстав, наверное, человека на день и сидели, ковырялись, разбирали определенные тикеты на живую. Опять же, говорю, могли целый день гонять какие-нибудь тестовые письма для того, чтобы прекратились сложные срабатывания. Сами понимаете, что даже если по слову «паспорт» ставить отработку, то ложных срабатываний, например, технологический паспорт, либо паспорт изделия, что-то еще и так далее, будет определенное количество. Поэтому вместе с ребятами из техподдержки прописывали все необходимые правила и, соответственно, редактировали их уже на живую, подбивая прямо к определенному заказчику. Вот. Действительно, что получили взамен? Когда поняли, что количество ложных срабатываний у нас сошло на минимум, не могу сказать, что они прекратились все, но, говорю, да, сошло на минимум, мы заменили первого производителя, поставили зекуреновские сервера как раз в разрыв и получили, говорю, действительно эффективные современные решения. Что мы получаем еще? Мы получаем первую линию техподдержки, неважно по какому, по телефону, либо, не знаю, по телеграм-каналам, либо по электронной почте ребята всегда были на связи. И, соответственно, даже если что-то мы не могли решить мгновенно, то, ну, чтобы не соврать, нам хватало недели, наверное, чтобы разобрать какую-нибудь проблему. Вот. Ну, и с учетом того, что, говорю, софтовое решение, в принципе, не привязано никаким определенным железным проблемам, мы закатали предыдущий, предыдущего вендора, говорю, да, поставили, говорят, на зекуреновские сервера в кластер, ну, и получили отказоустойчивое решение. Так. Что у нас еще получается? Ну, если брать по каким-то таким проблемам, проблемам, проблемы, конечно, были при миграции, потому что какой бы вендор у нас не был, говорю, там, отечественный он либо импортный, соответственно, нет возможности экспортировать конфигурацию из одной программной среды и безошибочно импортировать в другую. Приходилось все, конечно, это делать, подписывать вручную, ну, благо, копипасту никто не отменял, вот, соответственно, говорю, все конфиги, говорю, пишутся в текстовом документе, и, ну, приходилось, говорю, просто-напросто, говорю, да, подреаксировать и вписать. Все упиралось только в синтаксис. Соответственно, говорю, что у нас еще умеет зекурен? Он работает как раз с отечественной базой данных Jotoba, которая производит Газфор сервис. Это, ну, в принципе, такой неплохой вариант замены в SQL, но об этом, говорю, это будет уже, наверное, какой-нибудь отдельный доклад. От Zikurion мы получаем высокую точность детектирования и тщательно сконфигурированные отраслевые решения. И есть, понятное дело, у них отдельно составленный словарь для нефтегазовой промышленности. Ну, это, опять же, идет в разрез нашей бывшей компании Газпромэнерго. Все отдельные словари, так же, как и списки, ну, не знаю, там недружественных сайтов, можно сказать, также, говорю, находятся в доступе у компании Zikurion на сайте. Их можно скачать и, соответственно, просто либо отредактировать, либо подгрузить себе в конфигурацию и, ну, своеобразно кастомизировать. Вот. Как-то так. Спасибо. Да, спасибо большое, Алексей. Я, наверное, задам два вопроса. У меня первый просто профдеформация, когда речь идет о неделе. О неделе это 40 часов или 168? Как это внедрение проходило у вас? Ну, с учетом того, что, говорю, все-таки у нас есть рабочее время, и ночных смен нет. Понятное дело, что, конечно, 148 уже. Понятно, хорошо. Но это важно, потому что, действительно, у каждого своя неделя, и каждый объем рабочего времени в нее погружает. А второе, действительно, хороший, очень стремительный кейс по замещению решения. А можете еще коротко про облик результата, получившегося на выходе? То есть вы сказали про технологический подход, но, как я услышал, на старте, допустим, инвентаризации конфиденциальных документов вроде бы не было. Удалось ли за неделю еще этот объем работы проделать, чтобы в отпечатки, в ключевые слова еще залить этот кусок информации? Ну, если готовы поделиться. Нет, конечно, за неделю мы не получили безупречно работающие системы. Неделя прошла, это, грубо говоря, миграция, соответственно, сбор правил и какая-то конфигурация. Дописывали мы и допиливали, я не буду врать, но месяца три точно. Так что… Понятно, да. Спасибо большое, это прям важно. Да, Алексей, тогда спасибо. Вы, как я понимаю, с нами подискутировать не остаетесь. Тогда аплодисменты спикеру. И приглашаем нашего следующего докладчика, Алексея Быстров, старший эксперт информационной безопасности Полюс. Пять лет с DLP в Полюс. Это прям такая длинная ретроспектива жизни. Коллеги, приветствую. Вот, ну, собственно, мы одна из компаний, которая использует DLP-решение за Курион. Вот уже пять долгих лет. Расскажу, как мы к этому пришли, собственно, почему за Курион, ну и как нам живется с этим решением сейчас. Ну, к решению о внедрении DLP мы подошли в далеком 2015 году. Вот на тот момент у нас в компании была уже довольно внушительная база нормативно-методической документации, которая содержала четко сформулированные требования по обращению с конфиденциальной информацией. И было очевидно, что для выполнения этих требований нам нужно контролировать каналы потенциальной утечки. Собственно, отсюда возникли следующие задачи, которые мы планировали решать с помощью DLP-системы. Ну, то есть это предвозвращение утечки, расследование инцидентов, выявление нелояльных сотрудников, выполнение требований законодательства. На тот момент речь шла в основном о 152 ФЗ. Ну, потом уже в процессе использования системы мы закрывали требования и других законов. Значит, как мы выбирали систему? Собственно, на рынке на тот момент было довольно много вендоров, в том числе и западных. Часть из них отсеялась сразу по функционально-техническим требованиям. Оставшиеся три попали на пилот, из которых одна система просто не взлетела. Остальные две мы смотрели и уже выбирали согласно функционалу, одним из важнейших условий которого была работа на больших объемах при сохранении всех бизнес-функций. То есть были системы, которые могли, например, на небольшом объеме работать и давать возможность проводить необходимую аналитику. А на больших объемах там уже с архивом было работать просто невозможно. Почему, собственно, закури он? Ну, во-первых, как показал пилот, у закуриона сильный самодостаточный агент. То есть весь необходимый функционал по анализу трафика, по расшифровке, по, собственно, по всем аналитическим возможностям агент показал себя с лучшей стороны. При этом он может работать автономно. У нас много работников в компании, которые работают удаленно, что называется, в полях. И здесь агент умеет, так сказать, работать когда надо без сервера и по возвращению в корпоративную сеть, собственно, все данные передавать нам в архив. Контроль всех необходимых каналов. Причем, ну, то, где DLP было пять лет назад и где оно сейчас, это уже большая разница. То есть все каналы современные, которые используются там для переписки, для передачи информации, они все поддерживаются, регулярно появляются новые функции. Собственно, ну, как я уже сказал, решение может работать на больших объемах и, что самое главное, предоставляет возможность блокировки. Ну, потому что есть определенные кейсы, например, сотрудники, которые находятся под наблюдением, и малейший там шаг вправо, шаг влево нужно предотвращать. То есть здесь мы имеем возможность, собственно, останавливать передачу любой информации и уже дальше, так сказать, разбираться с этими сотрудниками. Значит, как проходило внедрение? Ну, после пилота весь проект по внедрению, начиная от опытной эксплуатации до ввода в промышленную эксплуатацию, занял приблизительно месяц. Это речь идет об управляющей компании, которая у нас находится в Москве и в Красноярске. То есть, ну, уже, так сказать, часть территориально распределенной сети мы охватили примерно за месяц. То есть были развернуты агенты, была там развернута серверная часть компонентов. Причем, ну, внедрение осуществлялось самим вендором. То есть наше участие здесь было минимальное и на начальном этапе. То есть мы обеспечили им инфраструктуру, мы подготовили серверы, соответственно, дали необходимый доступ и дальше уже коллеги работали самостоятельно. Мы здесь выступали в качестве контролеров и наблюдателей. После внедрения, собственно, система была уже с готовыми шаблонами политик и отчетов, которые в процессе пилота были кастомизированы под задачи нашей компании. То есть мы уже получили фактически к моменту запуска систему, с которой можно работать, с которой можно работать бизнес-пользователем. Использование самой системы даже по началу трудностей особо не вызывало, потому что система имеет, пожалуй, самую простую консоль из всех, которые я лично видел. То есть есть системы, с которыми работать крайне тяжело, и поработав с ней неделю, допустим, неделю к ней не возвращаясь, я уже забуду, куда что нажимать, грубо говоря. Здесь консоль как бы простая. Даже наши программисты, даже вот в закурении разработчики, когда комментировали эту консоль, говорили, что, собственно, теперь мы в стиле Apple будем выглядеть. Поэтому теперь, собственно, система действительно имеет достаточно удобную, понятную консоль. По итогам пятилетнего использования системы в полюсе, могу сказать, что нашим бизнес-пользователям система нравится. Какие-то другие системы, они, если видели, то уже не вспоминают. Работать удобно, все необходимые задачи решаются. При этом продукт не стоит на месте, и тот функционал, с которым система входила в полюс, и та система, которая сейчас, это уже, по сути, две большие разницы. То есть здесь появилось очень много различного аналитического инструментария, профилирования сотрудников, анализа аномального поведения. Ну и есть один, так сказать, термин, который очень любят наши коллеги из внутренней безопасности. Это оценка морально-психологического климата. Инструментарий, он позволяет в том числе находить так называемую группу риска, обращать на нее внимание коллег, и уже с ними точечно работать, брать, так сказать, на карандаш. Ну, собственно, из плюсов это использование этой системы также оперативная реакция технической поддержки консультантов, потому что здесь техподдержка используется своя, то есть система с нами взаимодействует не через интегратора, мы звоним напрямую и решаем какие-то проблемы. Ну и возможность блокировки, как я уже ранее сказал, есть. Она позволяет нам, опять же, для той информации, которая никак, ни при каких условиях не должна покинуть периметр, ее использовать. Ну, в целом, я выразил, значит, в первую очередь мнение наших бизнес-пользователей, которые с системой работают ежедневно, являются ее потребителями, это в первую очередь экономическая и собственная безопасность. Вот, я в компании, как бы, выступаю как консультант для них и подключаюсь, когда нужно решать какие-то совсем сложные кейсы. Сам лично, что касается отзывов, ну, я всегда, как бы, ставлю только плохие отзывы, вот, хорошие обычно мне, как бы, если система работает, вот, хорошая система – это та, которой сказать, как бы, особо нечего. Вот, закурена именно та система, которая решает необходимые задачи, которая подходит, которая нравится нашим коллегам и которая будет использоваться в дальнейшем. У меня все, спасибо. Да, спасибо большое. Наверное, вот вы действительно говорите о очень длинном сроке эксплуатации DLP, 5 лет – это действительно целая жизнь внутри компании. А можете, наверное, сказать, вот как, не знаю, функциональность вы описали, как она менялась у вендора, как задачи, решаемые внутри компании, в это время эволюционировали, менялись, не менялись? Ну, то есть, насколько вот этим всем новым, нарастающим стратегиям, как он поменял жизнь DLP внутри компании? Ну, смотрите, изначально было два классических подхода, работая с DLP. То есть, это от человека к инциденту и от инцидентов к человеку и группе лиц. Ну, в основном всеми использовался первый вариант. То есть, просто брали каких-то подозрительных лиц и смотрели там все их, так сказать, действия, переписки, и пытаясь найти там что-то, что может их, так сказать, скомпрометировать или что-то, что является там нарушением внутренних регламентов компании и уж там, тем более законодательства. Второй вариант, он такой более интересный, вот это уже работа с отчетами. Собственно, когда мы действительно настраиваем систему и по инцидентам смотрим нарушения и обнаруживаем какой-то сговор. Например, сейчас вот DLP-система, которая у нас используется, она позволяет автоматизировать этот процесс, то есть, выявлять, например, группы риска. То есть, с помощью своей внутренней аналитики она уже обнаруживает подозрительные действия. То есть, это не просто зацепиться там за какую-нибудь отправку на личную почту, там, чужого паспорта, грубо говоря, а выявить с помощью алгоритмов вот какие-то противоправные действия, там, собственно, оценить моральный климат сотрудников, то есть, увидеть, кто из них недоволен, чем недоволен, и уже с ними более предметно работать. Да, термин моральный, психологический климат замечательный. Это такая DLP-психотерапевт, заменяющая в текущее время, видимо, еще. Ну да, это одна из функций службы внутренней безопасности в том числе. Ну, очень здорово, с функцией безопасности в вашей в том числе включается психотерапию. Спасибо большое. Да, приходится. Спасибо большое тогда за ваш доклад. Вы, по-моему, тоже с нами не остаетесь после доклада на... Как угодно. Хорошо, тогда спасибо. Аплодисменты спикеру. Ну и двигаемся дальше. Просим присоединиться к нам Александра Куликова, консультант по внедрению в Закурион, DLP, системные требования, как справиться в эпоху перемен. Просьба, наверное, скажите, что для вас эпоха перемен. Это с 20-го года, с 24-го февраля. Уж очень много турбулентности в нашей жизни за последнее время. Да, здравствуйте. Но, скорее всего, эпоха перемен у нас все-таки началась в конце февраля этого года. Ну, как-никак, санкции, запреты и прочие-прочие ограничения. Ну, в принципе, я бы хотел сказать, что технические требования, которые предъявляются к системе ДЛП, они достаточно высокие, потому как различные нагрузки, высокоинтеллектуальные системы решения, словари, отпечатки и прочее-прочее-прочее, это накладывает все-таки большие требования на аппаратную часть. В принципе, как бы у нас есть, скажем так, линейка продуктов, которые все это используют, и останавливаться подробно на ней я, наверное, не буду, и поэтому сразу перейду все-таки именно к аппаратной части. Определенные требования, которые необходимы для работы системы, ну, представлены здесь на табличке. В принципе, пилот для того, чтобы запустить и проверить работу системы, можно и даже на простом персональном компьютере. Его возможностей вполне достаточно. Также, если, в принципе, если нет каких-то очень сильных бюджетов для выделения серверов и так далее, и тому подобное, для организации работы на 10-30 человек вполне будет достаточно обычной персоналки, ну, с достаточно большим объемом памяти, правда, где-то 32 гига. Но система будет справляться и будет более-менее нормально работать. Если же инсталляция идет на крупного заказчика, то есть тысяча, пять, тысяч, десять, у нас даже есть более 30, то здесь уже идет совершенно другой расклад. То есть потребуются какие-то либо сервера, потребуются дополнительные системы хранения данных, поддержки базы данных, кластеризованные и прочее, 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 прочее. Здесь же можно увидеть как бы типовую разблюдовку, такая, какая имеется. То есть для ДЛП до тысячи человек вполне достаточно двухпроцессорного сервера с восьми ядрами. Для десяти тысяч, ну, уже, конечно, нужно побольше. Рекомендуем мы, как правило, разносить различные системы по разным серверам, в том числе для отказа устойчивости. Для почты решение, в принципе, можно сделать отдельное, если заказчику требуется контролировать только почту и больше ничего другого. Ну, есть такие, которые не приемлят, например, агенты, не приемлят просмотра файловых хранилищ и так далее. У них задача только смотреть на почту. То, разумеется, там будет уже совершенно другой разговор. Типовые решения, которые у нас внедряются, как правило, подвержены различным сценариям. То есть как заказчик планирует себя внедрить, так мы, как правило, и внедряем. То есть зачастую начинается все просто с пилота, где выделена виртуалка небольшая, и дальше идет примерно просмотр. Ну, там в течение месяца заказчик требует тестировать систему, разбирается с ней и так далее. По истечению этого времени, как правило, уже принимается решение, будет использоваться пилотный проект, будет использоваться наша система, или заказчик будет смотреть еще что-то. Принимается решение по внедрению, и после этого уже начинаются какие-то сценарии, которые уже они собираются внедрить. Здесь можно сказать о чем. Минимальные требования представлены на слайдах, но, как правило, заказчикам все-таки хочется немножко побольше и различный режим работы использовать. То есть можно установить как плагин, можно установить в разрыв, можно установить отдельно, рядом поставить. То есть на любой вкус и цвет, кому как что нравится. В принципе, одна из таких задач, которая в последнее время возникает, это в связи с нашим проведением специальной операции возникли большие проблемы у заказчиков и требования по блокировке различного своего рода спама и блокировки сообщений, которые будут призывали бы к выходу на митинг, к смене власти и так далее и тому подобное. И здесь возникло вопрос о том, что, оказывается, блокировать-то надо не только внутренние каналы, но и внешние. В результате чего нагрузка на сервера стала немножко возрастать, потому как появились новые политики и так далее. В связи с этим нам пришлось немножко оптимизировать свое решение, чтобы оно все-таки отвечало современным требованиям, а бюджет заказчика был бы достаточно экономный. Так, например, агенты у нас совершенно спокойно работают даже до сих пор на системах с Windows XP. Да, есть такие заказчики, которые до сих пор используют данную систему. Что касается серверов, ну да, переход на отечественные решения также сказался на системных требованиях, потому как зачастую пытаются совместить и сервер баз данных, и сервер ДЛП и так далее. Так как в нашей системе сервера разбора нету, поэтому можно совершенно спокойно, легко и непринужденно совместить оба этих решения в одном флаконе практически и использовать минимальные возможности железа. Нынче модно, также популярно, вот как уже коллеги мои говорили, что системы на базе СВГ. Они также в последнее время достаточно часто стали интегрироваться с НГФВ. И в рамках данного решения у нас в принципе мы решили совместить оба этих продукта и, наверное, ближе уже к августу выпустим такой отдельный продукт, совмещенный как СВГ и НГФВ. То есть это будет и security gateway, и шлюз на одной платформе фактически. Да, Александр, спасибо. И последний доклад от Ивана Дмитриева, chief security officer at Alantech, трансформация и б-отдела в департамент обеспечения бизнеса группы компаний. Иван, тогда вам слово. Добрый день. Да, наверное, тема моего доклада будет больше, скажем так, комплиментарна тому, что говорила Галина, потому что я буду проблематику экосистемности, и как мы, как служба безопасности бизнеса, пришли к экосистемной архитектуре построения системы защиты бизнеса. Ну, то есть посмотрю на ту проблему, о которой говорила Галина, но только со стороны службы безопасности конкретной компании. То есть как мы к этому пришли? Начнем с того, что вообще как-то о безопасности бизнес начал задумываться в 2019 году, и вот такими поступательными итерациями мы, в принципе, выросли с отдельной должности до целого департамента, который сейчас включает в себя информационную, экономическую безопасность, даже есть проектный офис и эти поддержка. Причем на самом деле там не я, никто либо там из команды не ходил к топ-менеджменту, к бизнесу, к акционерам и не просил о том, что давайте нас там растить, увеличивать влияние, давать большие бюджеты. Да, у нас, кстати, свой бюджет. И по обратной связи, по общению в том числе с акционерами, наверное, остановлюсь на том, что позволило бизнесу принимать самому решение об увеличении этой функции. Это парадигма обеспечивающей функции, то есть мы знаем свое место, мы не пытаемся управлять бизнесом, мы обеспечиваем бизнес-процессы. Чтобы совместно работать с бизнесом, мы участвуем в системе ОКР, которая принята для целеполагания в компании. Все цели, которые мы сами себе ставим, ставим по известной всей методологии смарта, она очень понятна бизнес-подразделениям, и тогда сразу появляется ответ на вопрос, а для того, чтобы что. У меня есть еще один принцип, то есть служба безопасности не сидит в отдельных кабинетах, open space, и любой сотрудник в любой момент времени, как правило, может прийти и пообщаться на отвлеченные темы или не на отвлеченные темы. И потом мы разделили контрольную составляющую деятельности службы безопасности в сервисную составляющую деятельности службы безопасности. Соответственно, как сказал наш акционер, лучшая безопасность – это та, которой не видно. Как мы это восприняли, как мы с этим работаем? То есть это как раз наша контрольная функция. Мы работаем с инцидентами точно так же, но мы стараемся по минимуму отвлекать бизнес для выявления инцидентов, то есть это один из основных принципов. Ключевой второй принцип – мы не дублируем аудит, работа службы безопасности, она немножко отличается. Искать несовершенство в процессах – это задача аудита, задача службы безопасности – искать именно инциденты. Ну и ключевое – у нас нет KPI в виде того, чтобы найти врага, возбудить уголовное или какое-либо иное дело. Когда мы идем к бизнесу с каким-то инцидентом, мы знаем ущерб. В первую очередь не идем с какими-то обвинениями и фокусируемся на так называемой корневой проблеме. Как правило, собираемся вместе с бизнесом локализовывать последствия инцидентов, собираем какую-то рабочую группу, которую, как правило, лидируем, но не руководим. То есть что это такое? То есть мы указываем там пиар-службе, напишите вот такую-то коммуникацию, чтобы локализовать последствия якобы утечки информации, а мы сходимся вместе с пиар-службой и отрабатываем этот инцидент. Соответственно, документируем и вовлекаем бизнес в работу. И самое ключевое, опять же, когда мы переходим в стадию расследования инцидента, когда уже последствия локализованы, мы ищем и адресуемся к корневым причинам. То есть никто виноват, а что у нас сломалось, что у нас идет не так, почему вообще такое стало возможным в компании. И как результат расследования того или иного инцидента, как правило, мы даем рекомендации, возможно, по привлечению личной ответственности, но, так сказать, основным результирующим документом становится план корректирующих мероприятий, который, опять же, мы предлагаем. Мы его не навязываем, мы предлагаем, а бизнес сам принимает решение, кого наказать. И, как правило, людей и увольняют, и дела возбуждаются, ну и все остальные классические вещи происходят. К чему я это все? Правильно проработанные инциденты позволяют нам порождать изменения в системе защиты информации в бизнесе. Это мы, если говорить в системе измерений каких-то бизнес-сущностей, все несовершенства текущей системы безопасности бизнеса рождают такую сущность, как проект по изменению, который решает конкретную проблему, имеет конкретную цель, имеет метрики достижения целей, имеет ожидаемый конечный результат. И самое ключевое, что реализованный проект изменения системы безопасности бизнеса рождает процесс. Но процесс, он оптимален, в принципе, абстрактен, возможно, повторяем, конечен и в основном ручной. Ключевая ошибка, если мы говорим об экосистеме безопасности, как защите от внешних угроз, как в других, это когда мы начинаем строить экосистему на тех сущностях, которые представлены слева в слайде. То есть, когда у вас нет тех вещей, за счет которых вы будете бенефицировать. Когда мы видим о том, что есть некие повторяющиеся процессы в системе службы безопасности, мы их стараемся преобразовать либо в сервисы, это цикличные процессы, которые имеет заказчика, ну, простыми словами, что можно положить в сервис-деск. То есть, не обязательно, что это будет общедоступный сервис-деск, но, например, там HR-ам отдаем сервис по проверке кандидата на вход, значит, у HR-ов в сервис-деске есть отдельный пункт, ну, заказать проверку кандидата. Точно так же у команды есть сервис, проверить там код продукта. Соответственно, у этого сервиса есть SLA. И есть контроль, это вообще полностью автоматизированная штука, которая позволяет нам говорить о каких-то аномалиях, в принципе, в процессах, которые идут у нас в компании. Так вот, чем больше у нас сервисов и контролей, тем больше мы адресуемся как раз к необходимости экосистемы. Потому что, как раз, когда мы переводим всю нашу деятельность по максимуму в сервисную модель и в модель контролей автоматизированных, у нас появляется такое понятие, как эффективность. То есть, что такое эффективность, по большому счету, там я несколько слов нарисовал, которые позволяют нам измерять эффективность. Что такое по большому счету эффективность? Это оптимальность достижения результата при некоторых прилагаемых усилиях. Соответственно, мы начинаем смотреть операционные метрики наших сервисов контроля и процессов, которые должны точно коррелировать с бизнес-метриками, должны быть волатильны. То есть, в определенный промежуток времени мы должны увидеть изменения. То есть, если мы там снимаем операционные метрики раз в квартал, то, наверное, это не очень хорошие операционные метрики для службы безопасности. И самое ключевое, если мы говорим, опять же, о цифровой трансформации, об экосистемности, операционные метрики должны нам и бизнесу позволять принимать решения. То есть, мы принимаем решения на основе данных. Также мы смотрим метрики здоровья, процессов, контролей и сервисов. Мы превентивно принимаем решение, когда нам взять, например, вакансию в найм для того, чтобы... То есть, мы видим, что какой-то сервис у нас к SLA начинает приближаться, мы открываем найм превентивно, и, как правило, появляется управляемость. Соответственно, мы должны отслеживать метрики здоровья. И есть ключевое понятие такое, что раз уж мы такая клиент-ориентированная, обеспечивающая функция, то мы в своей работе должны отталкиваться, в первую очередь, от таких двух систем измерений. Одна довольно точная и измеряется по понятной методике, это NPS. Ну и обратная связь, собственно, наших пользователей, которые пользуются нашими сервисами. И они тоже запускают изменения. Что ключевое? Когда мы строим экосистему, она не живет статично, она постоянно развивается. Но любое изменение должно... Результат любых измерений для бизнеса измеряется в вполне понятных величинах. Мы эту же систему измерений приложили и в том числе в систему безопасности. Это деньги, ФТЕ и время. Если ты с бизнесом говоришь, давай я вот эту штуку внедрю, она нам будет стоить столько-то, но на горизонте таком-то мы сэкономим столько-то денег за счет того, что время вот этого сотрудника будет умиличено, а вот столько сотрудников мы не наймем, например, то сразу намного проще обосновывать те самые бюджеты и так далее. Ну и вообще такое наблюдение, когда мы начали разбираться вот именно в наших цикличных процессах, иногда помогала такая штука, что мы спускались прямо до каждого клика специалиста, который сопровождает тот или иной сервис, и мы, собственно, увидели, что каждый клик этого специалиста в этом процессе имеет ценность. И вот тут как раз экосистемность и нужна, потому что лишнее действие сотрудника, который из одной системы тупо копипастит данные в другую, это деньги. Лишние деньги – это неэффективность. Ну, наверное, у меня все. Спасибо большое. Иван, я бы, наверное, там пару вопросов задал. Вот вы говорите про НПС, а кто у вас является контрагентами вашего НПС? Вот какие подразделения? Все абсолютно подразделения, которые взаимодействуют с безопасностью, со службой обеспечения бизнеса. Ну, то есть, не знаю, там секретари, которые приходят поконсультироваться, и которых вы контролируете в течке, тоже являются. А у нас запускается, у нас есть, опять же, раз уж мы немного рекламы, у компании «Талантек» есть замечательный сервис, называется «Талантек опроса», который позволяет на всех сотрудников раскатить какой угодно вопрос. Вот через это мы и меряем. То есть, кто хочет, отвечает, кто хочет, не отвечает, но динамику мы там ежемесячно… Приходит вопрос, как вы относитесь к своей службе безопасности? Я и на него сотрудник. Не совсем так, то есть, рассказываю долго, могу за рамками встречи рассказать. Да, очень любопытно. И вы говорили про измерения в деньгах, все-таки, когда мы говорим про службу безопасности, мерить именно финансовую активность достаточно сложно. Вот не знаю, если говорить про борьбу с утечками, вот какие вы подходы используете? Была когда-то статистика, по-моему, сколько стоит утечка, вот вы от чего отталкиваетесь? Мы не говорим, ну, мы опять же говорим о том, что мы не смотрим на конкретные риски, да, борьба с утечками, это борьба… Операционная эффективность просто. Да, мы говорим об операционной эффективности, что о том, что в первую очередь бизнес трансформируется так, что ему нужны безопасные процессы. Мы говорим, что вот, мы можем сделать это, либо там условно старым дедовским методом, ручным трудом это будет стоить столько-то, либо внедрить в систему это будет стоить столько-то, либо это. Но если бизнес приходит и говорит, построи мне безопасный процесс, я за это заплачу, тут уже другая работа. А почему бизнес начал переходить, это как раз у меня было там на втором слайде, то, что мы начали сотрудничать с бизнесом и так далее. Я понял, то есть нет вопроса, бизнесом надо или не надо заниматься, вопрос как заниматься. Да вопрос как заниматься. Автоматизировано, вручную, ситуативно или системно. Да. Понятно. Спасибо большое, действительно. Иван, я тоже хотела задать вопрос. Вот мне на самом деле очень было интересно, как вы выстроили систему на уровне процессов, на том верхнем уровне, про который я рассказывала. И у меня вот такой вопрос. А вот после того, как вы выстроили экосистему на уровне процессов, это повлияло каким-то образом на ваш ландшафт продуктов, ландшафт инструментов, которые вы пользуетесь, и как повлияло? Безусловно, да. Ключевое это то, что, если мы хотим, если мы говорим об экосистемной инфраструктуре, то мы смотрим не в первую очередь красивый интерфейс у самой системы, а насколько красиво детализировано и документировано у нее API. Насколько документированы те сущности, которые система может получать на вход, которые дает нам выход. Ну, в общем-то, в принципе, по букварю системной интеграции, как от процессов адресоваться к систему. И еще у меня короткий вопрос, Володь, прости. Мне прям очень интересно. Вот ты там еще сказал, что любая экосистема, она развивается, и вы оперативно реагируете на изменения. А на уровне процессов я понимаю, как можно оперативно реагировать на изменения, но потом мы вступаем там, где у нас идет выбор инструментов, мы вступаем в тему бюджетирования. Вот как вы там сохраняете оперативность? Опять же, требования к продуктам, гибкость кастомизации. То есть мы стараемся по максимуму, во-первых, свой внутренний персонал научить продвинутому администрированию использованных систем, ну или в плотном контакте с теми центрами экспертизы, которые нам позволяют трансформировать систему в понятных рамках. То есть мы стараемся выходить в текущих бюджетах. Нет, я имела в виду, например, что вы понимаете, изменив какой-то процесс или отработав какой-то инцидент, что вам нужен какой-то, например, инструмент контроля или инструмент сервиса, а он не был забюджетирован в этом бюджетном цикле. И получается еще год ждать? Нет, на самом деле тут нам в этом плане повезло. Если прям нужно и если бизнесу надо, то есть тут абсолютно такой же подход, как у любого другого бизнес-подразделения. Если маркетингу срочно нужно запустить компанию, он будет ждать следующего цикла бюджетирования? Нет, он пойдет к акционерам, либо в бюджетный комитет и защитит бюджет. Хорошо, спасибо. У нас остается второй кусок, это дискуссия. Хочу попросить присоединиться к нам еще двух коллег. Александр Мотичев, руководитель направления антифрода Райфайзенбанка, и Савлад Талибов, независимый эксперт. Попробуем, наверное, осмыслить и проведенные доклады, ну и, наверное, еще некое отличие темы поподнимать в таком уже более дискуссионном режиме. Да, историю про экосистему я хочу оставить на сладкое. Хочется к ней слегка подойти аккуратно по очереди. Вот вы знаете, я специально, не случайно задавал вопрос Александру эпоха перемен. Действительно, кажется, что мы каждый день, у нас что-то в нашей жизни меняется, и вот это ощущение, что все время откуда-то стучат, и говорят, и как только ты успокоился, я решил, что вот она жизнь стабилизировалась, сейчас снова что-то произойдет. Не знаю, где здесь деревянное, постучу на всякий случай. Вот, но оно происходит прям непрерывно. И мне хотелось, наверное, с вами, коллегами, вот именно в плане внутреннего злоумышленника, как это происходит с внешним, я там мнением тоже поделюсь. Есть ли у вас ощущение, что с точки зрения внутреннего злоумышленника вот за последние, не знаю, два года или после 24-го как-то мир существенно изменился, что работать с ним надо иначе, что защищаться от него нужно иначе, что нужно действовать быстрее, проактивнее и так далее. Потому что в части докладов, упоминаемых, ну, процессы работы с злоумышленниками были описаны, но так, ну, для меня, как для оператора, для его руководителя СОКО, достаточно архаично. Ну, то есть мы время от времени смотрим в систему, мы следим за то, что там происходит, выбираем оттуда утечки, собираем досье и собираем такую информацию, которая нужна для работы. Но, опять же, мы с другими злоумышленниками боремся, поэтому у нас своя специфика. Готовы ли вы к каким-то мнениям по поводу изменения именно динамики подходов в плане работы с злоумышленниками внутренними поделиться? Давайте, наверное, в режиме открытого микрофона, если кому-то есть высказаться по этому поводу, то давайте начинать. Так, вижу, Александр. Ну, я думаю, что он просто стал умнее. Стал умнее? А в чем это заключается? Заключается в том, что эта тема постоянно развивается, постоянно на слуху, постоянно идет в интернете, что предотвратили утечку с такой-то компанией, с такой-то компанией. Вот знаменитая история, как Сбербанка, как человек сливал клиентскую базу. И они сейчас стали более внимательно относиться к тому, что они делают, как делают и каким способом. То есть стигонография, записи на телефоны. Вот про что сейчас? В том числе стигонография, запись на телефоны, в том числе какие-то изощренные попытки алгоритмов и так далее и тому подобное. Разделение на куски и вынос по отдельности. А давайте прямо у заказчиков, у нас есть люди, которые занимаются этим операционно ежедневно, давайте проверим. Можете поделиться мнением, у вас такие инциденты возникают? Много ли стигонографии, связанной с этими ножителями, не знаю, за два года в инцидентах возникало? Иван, вижу микрофон в руках. Можете тогда даже повспоминать, если есть публичный или не публичный кейс? Короткий ответ. Стигонографии, наверное, не видели за два последних года. Но вопрос, я бы сказал, не то, чтобы люди стали умнее. Мы сами это стимулируем, да, и мы разделяем, так сказать, информационный периметр компании с личным информационным периметром человека, но с другой стороны каналы утечки информации из одного периметра в другой разделить очень сложно. И если мы говорим о внутреннем злоумышленнике и борьбе с ним корпоративными средствами, тут стало намного сложнее, первое. Второе, появились некоторые новые векторы. Все. Ну то есть потому что корпоративное уезжает в его личные устройства, личные периметры совсем не вытекают. В личные периметры. У нас даже, ну, как правило, у всех, да, там на личном мобильном устройстве сотрудников, как правило, не разделен корпоративный и личный периметр. И как контролировать вот тут утечку одного в другое. Понятно. Александр, Савлад, у вас есть по этому поводу? Там комментарии, мнения. Тоже подтвержду, что инцидентов со стенографией не было. И основная сейчас боль – это множество сервисов, которые оказываются дистанционно через облачные иностранные сервисы, которые нужно защищать. Потому что вот с 24 февраля все поменялось, и те сервисы, которым мы доверяли, и те службы, там, те же самые DLP-системы иностранные, которые эти сервисы защищали, они теперь не работают. Большинство вендоров просто ушло, и лошад поменялся. И нам нужно сейчас быстро адаптироваться к изменяющимся окружению. Да, понятно. Спасибо, Галя. У тебя? Ну, я, наверное, разделила бы все-таки два последних года и после 24-го. Если говорить про… Ну, наверное, не два последних года, а вообще последние годы, то я, наверное, не сказала бы, что злоумышленник по нашему опыту, то, с чем мы сталкиваемся, стал умнее. У нас злоумышленник отражает все, что происходит в нашей действительности. А что у нас происходит в действительности? Это, некоторым образом, изменение нашей системы образования. И чего, на мой взгляд, стало пропадать у злоумышленника? То есть они, с одной стороны, все очень хорошо используют такие современные какие-то способы, да, вот то-то, как мы их называем, кулхацкеры, они все такие вот. Быстренько что-то вот посмотрели, что-то знают, но чего у них нету, на мой взгляд, и это позволяет с ними эффективно бороться, у них нет системного мышления. То есть они там на свои внутренние какие-то махинации не смотрят системно, и поэтому они всегда следят. Вот. Это вот то, как я эту вижу историю. Если говорить про то, что изменилось после 24-го, на мой взгляд, изменилось. На мой взгляд, изменилось, как модель, наверное, нарушителя. То есть мы стали, как вендоры DLP-системы, смотреть на тех сотрудников, на те группы риска, на которые мы раньше никогда не смотрели. То есть мы такие группы риска даже не рассматривали. О чем я говорю? Вот, не знаю, ты мне как раз поправь, может быть, я ошибаюсь, но вот известные атаки на наши сервисы, ну, там, например, на тот же Рутюб, да, которые реализованы, атаки, которые положили нам сервисы, и весь мир там радостно потирал ладошки, что положили сервис, говорят, что без внутреннего инсайдера такую историю сделать трудно. Но мы обычно, как правило, там, вот, но программистов на своих никогда с точки зрения внутренних угроз не смотрели, как на источник опасности. Мы на кого смотрели? На отдел закупок, мы там смотрели, там, я не знаю, на кого-то, на кого-то, кто работал с финансовыми документами, с коммерческой тайной. А опасность, она сейчас вдруг стала исходить из тех групп пользователей, от которых мы, в общем-то, и не ждали. Ну, я, наверное, немножко могу подтвердить эти данные. Действительно, вот если говорить про мониторинг Даркнета, раньше, когда мы говорили про компании и собираем информацию хакерами о них, много было заказов. Хочу купить штатное расписание компании. Хочу купить информацию про топологию сети. И это стоило очень внятных денег. То есть, там, для человека, который замотивирован продать и имеет такую, ну, мотивацию, в принципе, там суммы достигали полумиллиона рублей, грубо говоря, за выгруженную из АД штатку. И, на самом деле, защищаться от выгрузки такое довольно сложно, но если у пользователя есть полномочия на то, чтобы работать с адресной книгой, то штатку он тоже может туда достать. Сейчас, ну, тоже, наверное, все это наблюдают, да и журналисты это наблюдают. Как-то в секретных телеграм-каналах. А дайте контакты кого-нибудь, работающего там-то. Если что, дадим вознаграждение. То есть, все это поднялось, ну, такой пеной, в более публичную среду. И, кажется, перестало в таком смысле так всерьез монетизироваться. Поэтому тут галья. Так, с нашей темной внешней стороны, в общем, скорее твои выводы там готов поддержать, подтвердить. Наверное, опять же, не хочется долго спекулировать на тематике, там, произошедшего после 2004-го. Но, тем не менее, вот то, что я тоже вижу, как динамику снаружи, и, наверное, то, что должно касаться истории внутренней, ну, там, совместной нашей проблемой под названием утечки. Утечки же бывают разные. Утечка после взлома или утечка после того, как пользователь решил, что он хочет обидеть, монетизировать и так далее. Сейчас время, дистанция до публичности стала невероятно короткой. То есть, если раньше данные украли для того, чтобы продать конкурентам, рассказать кому-то и так далее, сейчас вот у меня этих телеграм-каналов, у меня, простите, у меня прям аллергия на телефон, меня под него начинает, простите, поташнивать. Потоком непрерывным, по 40 чатам льется вот эта информация. Учитывая, опять же, что, наверное, каждый из нас настоящий параноик думает о том, что это не всегда взломали, хотя иначе могут и взломать, но это еще и могут быть сотрудники. И меняется ли у вас вот профиль деятельности и работы со злоумышленниками, опять же, на уровне оперативности, на уровне инструментария, который вы используете. Вот касались тематики блокировки, в одном из докладов, по-моему, коллега из Полюса рассказывал про использование. Вот есть ли у вас какое-то переключение борьбы со злоумышленником в такую более проактивную, более блокируемую, более милитаристскую? И как для вас эта ситуация, опять же, после 24-го, поменялась или не поменялась? Давайте я прокомментирую. То есть применение систем DLP позволяет минимизировать риски внешней атаки на организацию. То есть чем больше мы закрываемся, тем даже то же самое пересылки внутренней корреспонденции, которая потом в дальнейшем может быть использована как точка входа для занесения вредоносного кода, либо социальной атаки на сотрудника, которая потом в будущем может сделать как внутренний злоумышленник какую-то операцию, которая приведет к раскрытию каких-то данных, ну либо глобальной утечки, которую мы уже видели. Да, спасибо. Совлад, вижу, что киваете головой, темы хорошо пока не трогаем. Не знаю, Александр, вам как вендору, наверное, многих закачков видите, особенно в рамках работы по внедрению, вот запрос в этом месте, не знаю, на превентивную блокировку, на закручивание гаек в хорошем смысле поменялся, не поменялся? Ну, я так особо не видел, чтобы он поменялся, потому как блокировку использовали как ранее, так и используют сейчас. Единственное, что поменялось, да, запрос на блокировку внешних каких-то соединений уже. Ну, то есть, если раньше пересылка на внешнюю почту было неприятно, но ладно, то сейчас это прямо такой сильный триггер в работе? Ну, в том числе, да. А какие еще можете, я не знаю, кейсы попривайте, примеры? Ну, они достаточно разные есть. Например, слив в чате какой-то оперативной информации на одном из предприятий был, технической. Вот, как бы, но здесь уже было, как бы, не сколько это персональные данные, сколько именно техническая информация, то есть параметры работы каких-то определенных систем и механизмов. Да, понятно. Иван, наверное, хотел попросить у вас еще. У вас же, в принципе, жизнь сервисная, есть SLA, которые вы перед бизнесом в этом месте и так коммитите, и так выполняете. Вот для вас динамика, удовлетворенность, скорость, опять же, поменялась, не поменялась в ощущениях? Ну, мы в любом случае в каких-то моментах можем говорить о проактивности, но я бы хотел добавить одно. Не всегда это все решается проактивными мерами. Вот этот вот темп, так сказать, распространения информации об утечке и так далее, он говорит о том, что нам в том числе надо минимизировать время реактивности. То есть, если мы супер вовремя зажигаем красную лампочку и предпринимаем меру, то, в принципе, мы работаем дальше и как бы работаем с инцидентом. Потому что не всегда проактивными мерами можно защититься от внутренних утечек. А какая реакция наступает? Ой, как громко стало, неожиданно. Какая реакция внутри компании наступает? Вот я поделюсь своим опытом. Мы в рамках одного из претов работаем с большой разработческой компанией. Они разрабатывают огромную информационную систему, в которой мы делаем безопасность. И после 24 февраля к нам стали приходить разработчики с вами «Слушайте, а давайте наш удаленный доступ сделаем более защищенный, а вот парольную политику усложним, а давайте второй фактор накрутим». То есть разработчики реально сами усложняют себе жизнь, опасаясь то, что они могут стать в этом месте источником, разносчиком атаки. Я про это на ПХД говорил как элемент социальной ответственности. Вот опять же, как вы, работая с, не знаю, с пользователями, наблюдаете, не наблюдаете такую динамику? Первая среди разработчиков точно та, и не только 24-го. То есть динамика, ну, я довольно давно в безопасности, за последние три года разработчики, то есть которые уже не уровня джуниор, а уровня миддл, синиор или лиды, они прям реально задумываются о безопасности, задумываются о защите подключений, иногда проактивно приходят и говорят, давайте делать, там, целые команды продуктов говорят, давайте сделайте нам, помогите нам сделать среду работы с продуктом безопасной, и да. Понятно, Гарри, можешь рассказать и про своих, наверное, и про внешних. Не, я здесь, наверное, хотела бы поделиться определенной гипотезой, как ты спрашивал, что поменялось. Вот, когда ты говорил про свой кейс, да, что есть запросы такого плана дайте мне контакты внутри компании кого-нибудь, вот что значит дайте контакты кого-нибудь, это значит, что, ну, я так предполагаю, для того, чтобы потом развить какую-то кибератаку, да? Безусловно. Вот, то есть кого-нибудь, кого достанут, то есть это не обязательно будет специалист, который рядом, это может быть специалист там чуть-чуть в стороне. О чем это говорит? Что, по большому счету, сейчас безопасности для того, чтобы предотвращать вот такие вот развития таких кибератак, инициируемых изнутри, им надо находить внутри какие-то следы, наверное, может быть, аномальной активности сотрудников. То есть, если нашли кого-нибудь и просят этого кого-нибудь чем-то помочь, то он там начнет разворачивать какую-то активность, и следы этой активности могут где-то проявляться. И здесь как раз, наверное, и помогла бы, прости, что я прям сразу к своей теме, у меня конек, тема экосистемности, если бы вот эти следы были бы где-то в едином месте или там за счет какой-то интеграции, они были бы видны безопаснику, чтобы он мог, например, как вы у себя в Сиеме, смотреть корреляции, чтобы он, между какими-то событиями, потому что не факт, что сама по себе активность даже и не характерная для того или для иного сотрудника является плохой. И нам для того, чтобы повысить вероятность того, понять, что с большей вероятностью что-то не то происходит, все-таки нужна какая-то последовательность вот этих вот следов, какой-то набор этих следов. И вот мне кажется, что в принципе вот такая связанность систем внутренних могла бы помочь снизить риски. Галь, я вот с тобой соглашусь, мы в принципе-то основным продуктом Талантека является как раз экосистема вокруг HR-сервисов, и мы формируем цифровой профиль человека-сотрудника. В принципе, в безопасности есть давно потребность в цифровом профиле человека-пользователя со всеми артефактами, и уже на этот цифровой профиль на его там клик-стрим-лог-действие и так далее. Если натравить какую-нибудь нейросетку, которая будет зажигать лампочку во время возникновения аномалии, ну вот, наверное, да. И тут одним ДЛП точно не обойтись, тут нужна экосистема, именно тот самый цифровой профиль. Да, я даже приведу пример, правда, немножко из другой области. Вот мы когда наш UBA делали, это же, собственно, анализ характерного профиля коммуникации сотрудника. И ко мне приходил безопасник, ко мне приходил безопасник, потому что у меня есть характерный профиль. В основном все мои коммуникации, они внутри компании. Ну, у меня достаточно мало внешних коммуникаций, они единичные. Как правило, у меня коммуникации широкие, внутри компании. И был у нас ДЛП, наш этот Дозор-клуб, где я лично приглашала заказчиков и рассылала письма. И это сработало, как моя аномальная активность, что у меня там большое количество исходящих внешних писем. И ко мне пришел безопасник спросить, что у меня такое случилось, что я себя так неадекватно повела. Ну, в принципе, мне понравилось. Слушайте, а можно я прямо сейчас попрошу, наверное, я выступлю в этом месте на другую сторону баррикады, встану, попрошу вас, попробуйте меня убедить. Я в эту историю прямо не верю. В профилирование деятельности сотрудников, возможно, в явлении аномалий. У меня одна очень хорошая подруга употребляет термин «человечачина». Люди, они для меня смотрятся в этом месте невероятно непрофилируемыми. Я пытаюсь пытаться на свой профиль работы и практически даже смотрю. Спасибо, Галя, у меня доступ к своим данным тоже в ДЛП есть и в контроле рабочего времени. И по какой причине я сегодня отправил 900 писем, а завтра 300, а сегодня полторы тысячи, а сегодня я не провел ни минуты за компьютером и провел все время на ВКСах по телефону, а позавчера мне накрыло парой внешних инцидентов, а потом накрыло депрессией, которая как-то превращается в тяжелые вечера и в 11 вечера, когда 50 грамм коньяка позволяет тебе хоть как-то выдохнуть. Мне кажется, что ни одна нейросетка от меня, ну я снобистки скажу про себя, прям не спрофилирует, никакие вовне инциденты не увидит. А вот поделитесь своим опытом, насколько эта история работает, насколько много в этом месте фолсов. Я скорее Иван, Савлад, Александр, люди, которые ежедневно эти инциденты в том или ином виде руками разбирают. Понятно, что у вендоров есть свое мнение, прости, Галь, как это используется. Конечно, это очень полезно для вас. Давай так разбираться. Первое, если мы говорим о выявлении аномалии, ну почему мы тут опираемся на цифровой профиль именно в экосистеме? Потому что мы, в вашем примере у нас не показан сотрудник, как сотрудник, отправляющий информацию, то есть только коммуникационный слой взять, а если его цифровой профиль обогащать показателями других систем, первое, а второе, смотреть кванты времени намного меньше, чем и занимается собственно там команда машинного обучения, то есть что нейросети позволяют делать, как выявлять аномалии. То есть для чего они тут и нужны? То есть она будет видеть аномалию в том именно в цепочке событий, которые фиксируют разные системы, а не только в отправке сообщений и тогда да, действительно можно спрофилировать сотрудника, который один день отправляет 300 сообщений почтой, а второй день сидит на DLP форуме и вообще только с утра открывал рабочий компьютер. На самом деле я вот как раз тоже этим вопросом задавался, когда мы тестировали UBU, первый релиз, когда только вышел, и у нас как раз такой же был вопрос, типа как же так, система может распознать и выявлять всякие вот эти вот индексы, потому что в большей степени вот у нас, когда вот я начинаю работать там, днем прихожу на работу, как бы смотрю утром, первое, то что я замечаю всегда вот в дозоре, у нас DLP дозор используется, это первая вот динамика, да, которая вот у DLP показывается на рабочем столе как раз. Мы вот на самом, вот как бы безопасники, да, в какой-то степени психологи, в этом плане, они всегда должны замечать, как бы и выявлять какие-то уже поведения самих сотрудников, так как мы вот в нашем случае очень честно общаемся с сотрудниками, с пользователями, как бы, да, там, и мы уже более-менее знаем, кто чем занимается, и так далее. И вот тут как раз то, что мы замечали в плане каких-то скачков, таких, для нас уже было вот там таким риском, странно, там, типа сегодня как-то этот сотрудник решил позаниматься, там, да, какими-то выгрузками файлов, да, как бы первая причина это либо, скажем, да, инсайт, вторая причина это кто-то из айтишников как раз Уба нам, когда мы ее тестировали, как это называется, это слово я забыл, ну вот именно, блин, это слово забыл, честно говоря, как раз таки, то, что Уба вот именно выявляет вот эти вот, скажем, отклонения, в нашем примере, на нашем тесте у Убы было как раз такие минимальные всякие вот эти вот ошибки, вот, и он как раз в математическом плане выявлял так же, как и человек, и как раз в этом, как это, честно говоря, волнуюсь немного, вот, ну у нас вот именно Уба, она появляла именно то, как было задумано именно вот мозгами человека, да, как раз, и это было да, понятно, понятно, а что для вас, Влад, как для безопасника дает доп. контекст, вот если перейти к Галины, любимой теме про экосистему, вот что должно быть входящей информации дополнительно для того, чтобы понять инцидент это или не инцидент, и вот эту самую цепочку простроить, пока у нас не возникло супермашинного интеллекта, вот с чем вы работаете на ежедневной основе как источниками данных? На самом деле, вот когда только-только мы начинали выбирать DLP систему, одним из заказчиков, которые приходили к Гале с вопросом, а можно ли интегрировать 1С, там, скут и так далее, мы были одним из них как раз, вот, и для нас основная такая вот задача была, как сделана у дозора, да, вот у Солара, это вот акцент на досье, вот, мы когда приходим, мы начинаем, именно у нас есть группа риска, да, сотрудников, которые у нас там находятся под подозрением, там, и так далее, начинаем как раз работу с них, и у нас всегда как раз до сих пор остается потребность в интеграции с системами 1С, там, да, управление кадровое, вот, со скудами, и там, на данный момент, там, интегрировались с НГФВшкой, мы вот стараемся всегда, вот, с учетом 20-го года, когда все ушли на удаленку, всегда начинаем именно смотреть, чем занимается сотрудник, ну, как бы, да, в рабочие дни, и в этом плане помогает нам именно ДЛП-система дозор, и параллельно, в ручном виде, конечно, без интеграции, как раз таки, в экосистеме, 1С, скуд, НГФВ, вот, как раз таки, но НГФВ, скажем, не всегда интегрируется прям так, как хотелось. НГФВ в части доступа в интернет-пользователя, как я понимаю, не внешняя активность? Ну, у нас именно НГФВ используется, мы его используем для обогащения данных, именно веб-запросов, там, да, веб-серфинг. Да, Там Александр, Иван, еще один Александр, у вас, вот, как для вас эта экосистема смотрится, опять же, инструментария, работа с, смотрим, нарушителем, что под руками должно быть для того, чтобы выводы делать? Ну, цифровой профиль должен все-таки собираться не менее одного года, потому как вы не можете сказать за ответ, собирая его, там, за месяц или за два, что у человека там происходит, например, зимой это одно, летом другое и так далее, и тому подобное. Более того, все-таки его необходимо обогащать другими данными из других систем в обязательном порядке. То есть, там, в данном случае сколько ему там звонков было поступать, что он говорил, когда и так далее, и тому подобное. То есть, надо же не забывать еще, что современные организованные преступные группировки сейчас имеют достаточно большую разветвленность, и все-таки они также повышают свою квалификацию. То есть, если говорить об отдельном сотруднике, который решил слегка подзаработать, это один вопрос. Если идет целенаправленная атака на организацию с целью просто информирования и быть на шаг впереди, это другое совершенно. Если идет конкурирующая фирма, там, что-то собирает, это абсолютно третье. То есть, здесь под каждую задачу разные будут использоваться алгоритмы, разные использоваться, сведения, которые нужно собирать и так далее, и тому подобное. То есть, нужно для себя определить сначала, что вы хотите делать. То есть, для государственных организаций, да, здесь идет наиболее сложный вид систему, потому как приходится противодействовать иностранным техническим разведкам уже. Понятно, да. Александр, Иван, у вас, вы готовы ли поделиться своим инструментарем? Александр, наверное, вам это ослабо. Хорошо. Ну, то есть, я хотел бы дополнить, что цифровой профиль был бы неполным, если бы в этих процессах не участвовало понимание бизнес-процессов, с которыми работают сотрудники, потому что ты должен понимать, с какой информацией работает данный сотрудник, какая информация имеет право покидать организацию, какая не имеет. И это должно обогащаться и тоже профилироваться. Вообще, на самом деле, что изобретать велосипед, как говорится, концепция data-driven, давно придумана, принятие решения на основе данных. Чем больше данных у нас есть, тем более они структурированы, тем лучше. если, как сказал коллега, если мы еще какой-то бизнес-контекст в эту big data добавим, то еще проще будет. Но вопрос в том, как разграничить информацию, разграничить доступ к этой информации. Галь, давай. Я коротко на твой вопрос отвечу, прокомментирую на тему, как тебя бы детектировали. То есть, здесь же история... Не рассказывай мне, вдруг я злоумышленник. Здесь же история очень простая. Есть же понятие сходящегося профиля. То есть, что такое вообще профиль, ну, с точки зрения, по крайней мере, UBA? Это характерное поведение, то есть повторяющееся поведение. Если поведение не повторяется, то мы в этом месте и не говорим про нормальное поведение. поэтому тебя бы смотрели в тех твоих проявлениях, где ты все-таки, как и любой нормальный человек, ну, как-то раб привычки. И вот отклонение от этой привычки... Ну, а потом, Володь, если ты впал в депрессию, я считаю, что это риск для компании. В этом плане, конечно, на это надо реагировать. Но я хотела еще немножко про другое сказать по поводу, какие нам нужны еще данные. Вот смотрите, если мы возьмем банальную утечку, вот банальную ДЛП-утечку, то очень часто, прежде чем случилась, собственно, утечка, как факт передачи информации там изнутри компании внаружи или от одного лица другому лицу, эта информация откуда-то была взята. Ну, например, это может быть там, я не знаю, какой-то БК базы данных или выгрузка из базы данных или еще что-то. У нас возникает сразу, что у нас возникает средство контроля баз данных. Следующий вопрос, а как туда человек, который сделал эту выгрузку, получил доступ? У нас возникает вопрос с системой управления, там, правами доступа. Почему он туда получил права, должен ли был он получить? Это был, так сказать, неправомерный доступ или он наше доверие обманул? Дальше это там выгрузка, она где-то располагается, она прежде, чем ее куда-то унесли, часто бывает, очень долго где-то хранится. Опять же, вопрос к файловому инспектору, где это хранилось, там, как мигрировало по разным хранилищам. Ну и только потом у нас где-то возникнет DLP или там какой-то иной способ выноса этой информации за пределы организации. По большому счету, мы можем поймать вот эту активность еще там, не знаю, на этапе сбора информации, там, на этапе доступа к ней. Да, понятно, спасибо. На самом деле, извините, что я немножко свою личную борьбу и пытаюсь подправлял, здесь удовлетворял, но здесь всем тоже было интересно. Я просто в той жизни, когда я еще не был инженером DLP, я учился на Мехмате МГУ, поэтому для меня вопрос о готовности когда-то побеждать. И эти самые нейронки, как-то насколько они близки к тому, чтобы нашу задачу решать, он такой, очень злободневный. Тем более, что вот сейчас во внешнем мире и бэшном, когда про хакеров говорят, все больше возникает терминов про метапродукты, которые без людей справятся с любой угрозой, ну и там много полемики по этому поводу идет. Пора ли делать нам уже метапродукт для злоумышленников внутренних? Экономическая эффективность, опять же. Большая развилка. Да, да, один человек, ну тем более с внутренним пользователем еще проще бороться. Может кто-нибудь помнит, был такой старый ролик у Майкрософта, назывался Wish I Your Pain, когда там показывали картинку, что если какой-то баг возникает, в момент нажатия кнопки Send Your Report, там программа выискила того самого программиста, кто допустил ошибку, и у них в креслах стояли такие острые иголочки. При каком-то большом падении дата-центра человека выкинуло в окно, прям правда в пруд. Ролик очень крутой на самом деле, всем советую посмотреть, прям так очень любопытно. Давайте сделаем шаг еще в одну сторону, тоже скорее здесь, мне кажется, тоже информация важная, насколько для борьбы с внутренним нарушителем важен внешний контекст. Ну вот, насколько вам, оперируя там внутренними угрозами важна информация из СОКа про внешние атаки, насколько вам важна информация киберразведки, и есть ли у вас в моменте сейчас уже какие-то готовые подходы по интеграции этой информации в свои профили борьбы со злоумышленниками, или есть гипотезы, почему это может быть полезно, или наоборот, бесполезно. хакеры – это одна история, наши струнники – это другая история. Есть ли здесь какие-то мнения, готовы ли поделиться? Давай пока я для разминки начну, не сказать, что у меня прям есть какое-то в этом месте желание, но так, чтобы начать. Я бы здесь сказала, что я сейчас, когда я рисовала свою картинку, вот эти вот стрелочки рисовала, у меня потребности, ну вот как я вижу, как вендор, причем вендор определенного портфеля продукта, у меня информации, не было какой-то такого вот ощущения «хочу информацию от». Вот такого у меня при моделировании, при размышлении не было. Но у меня все время возникал вопрос обратный, а что я могу дать для того, чтобы вот эту внешнюю атаку заметить, предотвратить, не допустить, ну или там проанализировать, расследовать. Вот у меня скорее была вот такая история, что мы нашими внутренними системами и средствами защиты, контроля, мониторинга можем скорее помочь вам на вашем рубеже. Да, понятно. Еще есть какие-то мнения по этому вопросу? Александр? Я поддержу о том, что мониторить внешний периметр и внешний там darknet и публикации, утечки, это полезно, потому что на основе этой информации ты понимаешь, что еще не хватает и какие нужно дополнительную логику в DLP-системе применить, либо какие-то дополнительные меры защиты внедрить. Да, понятно. А вот опять же, наверняка был опыт работы с внешними утечками как с профилем работы. Вот я общаюсь с частью заказчиков, там, один из классических историй возникла какая-то потенциальный слив чего угодно, откуда угодно. Первый вопрос, ну, естественно, возникающий у нас как у в кибермире, а откуда могло утечь. И вот идентификация системы, в которой эти данные могли храниться, учитывая структуру, в которой они выгружены во внешний мир и так далее, это прям целая большая задача. Вот для вас, работая с структурированием данных внутренних, там, опять же, насколько эта задача смотрится сложно, исходя из размеров компании, из экосистемности и прочим, или это действительно для человека, заточенного под бизнес-процессы, для безопасника, скорее, там, базовая история, которая легко решается. Не знаю, был ли такой опыт у кого-то, точнее, наверняка у кого-то был, точнее, наверняка у всех был, готов кто-то поделиться, насколько быстро глаз цепляет источник утечки, чтобы дальше уже профиль начать работать по этой истории, или это прям какая-то большая регионировка поиска данных. Я расскажу, да, у нас по нам была публикация в известном телеграм-канале утечка информации о том, что там был слив базы, и мы реально отрабатывали этот кейс, и в большой организации установить точку утечки действительно сложно, то есть ты должен понимать, в каких системах данные порождаются, обрабатываются, вот, и мы отрабатывали эти кейсы, но, слава богу, о том, что то, что продавалось там на том теневом рынке, оказалось реально фейкой и подделкой, но реальные затраты и ресурсы, которые были под инцидентом использованы, это большой объем работы, и реально потом после этого, опять же, все идет на будущее, о том, что делаются дополнительные контрольные мероприятия, и процессы управления доступом, там уже управление контроля к доступу базам данных и отчетности изменяются. Да, а вот давайте тогда в этом месте это вернем вопросам вендорам, вот для большого заказчика это проблема, я в общем подтверждаю, действительно, если это не какая-то специфическая выгрузка, не специфическая система, где только там есть НИЛС, и нигде больше его нету, то это прям искать по компании можно долго, источников данных может быть много, вот чем в этом месте решение, DLP, экосистемы, чего угодно, могут эту проблему помочь решить, и могут ли помочь, или на самом деле это большая история инвентаризации бизнес-процессов, бизнес-системы в самом заказчике, сколько в этом месте технологии, сколько в этом месте такого длинного процесса по упорядочиванию данных внутри. Там Гарри Александр, наверное, вам хотел бы опоздать. Давай я попробую, начну, по крайней мере, поразмышлять на эту тему, но мне кажется, здесь задача именно для вендора, она не сказать, чтобы простая, почему? Потому что хорошо, если мы имеем дело с хорошо идентифицируемыми данными, которые точно можно сказать, вот что это, потому что если мы берем там утечку, например, любого документа, у тебя может утечь документ не в своем первозданном виде, а он может утечь в виде там какого-то фрагмента этого документа, или там переименованного файла, или еще там чего-то, там даже база данных может там во что-то конвертироваться, там и так далее. И в этом плане отследить источник по потокам перемещения информации бывает прям проблематично, либо будет достаточно много ложных срабатываний. Но, тем не менее, возможность проследить путь документа, распространения какого-то документа или похожего на этот документ, ну, наверное, это каким-то образом задачу облегчит. Есть второй момент, который мне тоже, как вендору, интересен, вот тема меток. Вот есть история, давайте мы там все информации важной, критичной, проставим метки, по этим меткам будем однозначно понимать там откуда, где зародилось, откуда ушло. У меня здесь скорее возникает вопрос такой организационный. Я вот, насколько вообще, наверное, вопрос может быть к заказчикам, насколько вообще они верят в то, что можно классифицировать информацию не разово, а вообще в процессе работы постоянно критичной информации ставить какие-то метки. Это вообще реальная история? Как Галя говорит, то в движении, то на отдыхе, то через забор перепрыгивающая. На самом деле это очень сложно, потому что основная часть именно самой работы всегда накладывается на самого сотрудника, потому что является, он ответственный за какую-то информацию или за какой-то документ, и он как раз должен поспособствовать тому, чтобы она была отмечена, и все должно быть выполнено. В этом плане как раз у нас был опыт, мы пытались это сделать, но всегда доходило до того, что сотрудники как бы просто забывали, либо уже как бы не обращали на это внимания. И иногда помогает именно аудит, когда опрос с этим сотрудниками, а в основном всегда это вот именно причина вот этой самой проблемы, это именно в основном из-за сотрудников. Я прям, у меня, простите, бизнес-идея, на внутреннем портале, потерялся документ, кто видел его последний раз, пожалуйста, обращайтесь в службу безопасности. Иван, я вижу у вас тоже какие-то комментарии есть. Ну, текущим инструментарием, наверное, Галь, то, что ты предлагаешь, нереально сделать. нереально. Ровно так же, как внедрить режим коммерческой тайны в полном соответствии с требованием закона. Вот, особенно про маркировку. Да, я как раз хотела сказать, я помню, что когда-то к вопросу об ответственности, разделение ответственности, потому что безопасность это и сотрудник, это и безопасник, это и средства. Когда-то, когда мы говорили на каком-то тренинге, говорили об ответственности, мне очень понравилось, тренер привел такую аналогию, что вот если вы умеете водить машину, то у вас степень ответственности, едете ли вы за рулем или едете ли вы справа, прям очень разная. Вы принимаете разные решения, вы разное видите, просто потому что у вас в моменте разное вот это чувство ответственности, и сотрудники никогда не чувствуют себя в моменте так, как чувствует себя безопасник. Никогда. Вот это то же самое, что я выхожу из-за руля, машина, становлюсь пешеходом, я могу даже вообще забыть, что когда машина едет вечером задним ходом, то водитель меня не видит, потому что мне кажется, ну как меня можно не видеть, вот же она я. Александр, как у Зикариона для Зикариона смотрится ситуация с метками и идентификацией данных? С метками и идентификацией данных ситуация мы смотрим положительно, вот. Кроме того, я считаю, что в принципе технические средства в этом случае могут сильно поврегчить работу безопасника. Во-первых, большинство документов, ну как бы 50-60 процентов, как правило, попадают в определенном виде. используя версионность тех же самых документов, всегда можно с помощью технических средств установить, кто имел доступ тогда, как имел доступ, кто куда его отправлял и так далее, тем самым ограничив круг тех пользователей, которые имели доступ к данному документу. А дальше уже просто вопрос дела техники и обычной методики расследования. Да, спасибо. Ну, важное мнение, действительно, когда вендор является полагетом того, что технология может проблему закрыть, это очень-очень правильно. Давайте тогда вот от этого тезиса про технологию я бы хотел, наверное, тоже, ну так, в режиме опроса мнений, опять же, со своей колокольни. Вот когда мы говорим про Security Operation Center деятельность внешнюю, есть эта безумная набившая с коммунт ряда технологии, люди, процессы. Вот. И чем больше мы про это разговариваем, не знаю, сейчас тема кадрового голода у всех болит, поэтому людей вытаскивают все выше и выше и говорят, что это половина жизни. Потом возникает история про новый вектор атаки, тут технологии начинают брать вверх, вот они 50% успеха. Потом все чуть подустаканилось, мы попривыкли. Процессная часть становится важнее для внутреннего злоумышленника, для работы вот с инсайдерами, впрочем, вот разделение между технологиями, экспертизами, вот погружением в процессную жизнь компании, вот как оно для вас смотрится. Там равномерно, кто превалирует, процентами, не знаю, в любом формате. ТОП. Готовы ли там на всех мнениям поделиться? Словат, если можно, там с темен. Хорошо. Ну давайте я скажу, что по моим ощущениям 50 на 50, то есть без хорошего специалистов, аналитиков, которые управляют этим системой, ваши технологии просто работать не будут. по моему мнению, все зависит от культуры, то есть именно профиль для внутреннего злоумышленника, методы работы с ним зависят именно от культуры компании, как той среды, в которой эти внутренние злоумышленники существуют, и которая создает им возможность для тех или иных нарушений. в какой-то могут быть люди и их там бэкграунд, в какой-то технологии используем, в какой-то... Ну то есть зависит от экосистемы? Безусловно, нет однозначного ответа на этот вопрос. Хорошо. Ну да, однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, но все-таки технологии не стоят на месте, и они все-таки сильно облегчают работу как с внутренним злоумышленникам, так и просто с сотрудниками. Поэтому я бы все-таки предположила бы, что технологии немножко чуть-чуть впереди остальных двух методов. Спасибо. Галя? Я бы хотела, то есть я не знаю, там бывает по-разному, но я бы хотела, чтобы влияние в этом месте людей, что безопасников, что сотрудников, было бы минимальным. Объясню почему. То есть мне кажется, что очень важны процессы. Потому что любая системная работа, вот если ты что-то делаешь системно, ты всегда получишь результат. это первый момент. Если тебе технические средства позволяют, ну там, я не знаю, как автомобиль Илона Маска, там, ездить без водителя, это всегда лучше, потому что водитель может ошибиться, водитель может быть в депрессии, водитель может там принять 50, я очень переживаю по этому поводу, 50 грамм коньяка, отвлечься, там у него может быть плохое настроение, он там может быть, ну, все что угодно может быть. И в этом плане, конечно, хотелось бы, чтобы первая связка, на которую приходится основной удар, это были процессы плюс технологии, и только уже потом люди, скорее как источник неожиданных решений, там, озарений, вот в том своем человеческом, что не может повторить машина. Да, понятно. Нейронные сети и сканет победит. Ну ладно, что же делать, мы, в общем, к этому потихоньку все готовимся. Хорошо, тогда у меня, наверное, осталось около пяти минут, я предлагаю, наверное, по очереди всем, знаете, как-то поделиться мнением, вот все-таки все вы профессионалы в своей области, все с внутренними злоумышленниками работаете много, лайфхаки или то, что ли у вас в последнее время возникало, я начну с себя в режиме шутки, вот Галя все переживает за депрессию, нарисую критерий определения депрессии, который для меня был бы правильным, что если после десяти часов вечера пользователь все еще в почте, но у него увеличивается количество орфографических ошибок, наверное, это говорит о том, что он вынужден дальше работать, но уже после пятидесяти, ста, 150 грамм коньяка, это точно повод присмотреться к нему по эмоциональному, потенциальному эмоциональному выгоранию, там, ну давайте, дам слово вам, все-таки это ваша профильная область, там, Галь, ну давай с тебя. Да, давайте, я, для меня на самом деле таким вот, ну, нельзя назвать лайфхаком, скорее было удивлением, что когда мы разрабатывали там политики DLP безопасности, мы используем такое понятие, как лексический шаблон для выявления неутечек, но каких-то там внутренних мошенничеств, и мы изначально, когда разрабатывали лексические шаблоны для мошеннических схем, очень хорошо думали о пользователях этих мошеннических схем, то есть наши шаблоны были сложные, так вот, жизнь показала, что реальные шаблоны, поведенческие, лексические в том числе, они гораздо проще, вот они такие топорные, когда мы ушли от своего этого такого умствования, да, и спустились на землю, и стали так немножко прям топорно завели, там такие вот кондовые словари, прям вот дело пошло, это для меня было прям открытием. Ну, продолжая данную тему, могу сказать, что для меня достаточно сложным был моментом, это заставит систему понимать два понятия, хрен получишь и ни хрена не получишь, это одно и то же или нет. Отлично, спасибо. Иван. Ну, я, опять же, по поводу лайфхаков и работы с работой, ну, продолжу свой предыдущий тезис по поводу культуры, вот, в первую очередь, когда мы планируем те или иные контроли, меры и так далее, надо отталкиваться не сколько на свой предыдущий опыт, наверное, там мы все работали в разных компаниях, и, как правило, если мы там уже организовываем какие-то процессы, это наше не первое место работы, сколько именно на то, в какой культуре ты работаешь сейчас. Спасибо. Александр. Ну, я продолжу про культуру, да, о том, что DLP, после культуры, да, это кирпичик комплексной системы безопасности, без правильного выстроенных процессов, нормативной документации, инфраструктуры, инфраструктуры безопасности, DLP просто не сможет закрыть все те утечки, которые, в принципе, не могли быть даже порождены без реализации всех других мер, которые обязаны быть в организации. Ну, у нас, ну, в моем случае лайфхак был в том, что когда мы первый раз использовали другую систему DLP, у нас оно было как раз таки открытое, доступное, все знали, как бы, да, об этой системе, вот, и все пытались как-то ее обойти. Вот. Вторая попытка внедрения, как раз таки, она была более такая анонимная, как раз это все. И вот мой лайфхак это в том, что мы не ограничиваем ничего, мы показываем, что все открыто, все доступно, но при этом, как бы, сидим, да, и мониторим, контролируем, при необходимости, скажем, мило беседуем, как бы, да, там, как специалисты, как этот, потому что в этом плане именно вот мы второй попыткой было то, что ИБ должно присутствовать внутри коллектива, и он должен быть более таким, как бы, скажем, дружелюбным, чтобы понимать, знать и слышать какие-то всякие, скажем, сплетни, инсайды, и так далее. Поэтому мой лайфхак это вот именно быть всегда в сообществе. Не тревожьте пользователя, он и так в депрессии. Да, да, да. Да, хорошо. Ну, спасибо большое коллеге, мне кажется, получилось достаточно, ну, познавательно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok